Итак, краску залил в краскопульт, краску обязательно процедил, проверяем факел, устраивает ли нас факел. Желательно сделать еще чуть поменьше, потому что это у нас будет пробная сейчас. Участок у нас, на который будем наносить, это у нас глаза, глаза небольшие, стараемся не залазить. Вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, с глазами вот так вот. Не совсем что-то нравится мне, как работает аэрограф, что-то попало в него. Хотя я его каждый раз промываю и цежу краску, это обязательно. Так, факел еще сделать поменьше, наверное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще, значит, такой момент. Если у вас не совсем хороший аэрограф, допустим, там, сопло у него не 0,3, а 0,5, даже у такого мелкого. Чтобы аккуратно покрасить контур, например, то же самого носа, нам необходимо примерно поймать линию, по которой мы будем проводить, а вся лишняя краска будет уходить мимо. Поэтому мы можем очень аккуратно покрасить нос, не выходя за границы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще раз обращаю ваше внимание, что разом большой объем материала, краски, не стоит наносить. Почему? Потому что, особенно на гладких поверхностях, могут быть подтеки. Подтеки это такая проблема, что потом их вытирать неудобно, исправлять неудобно. Проще сначала чуть-чуть нанесли, подождали, когда краска подозрена на том же носу. Нос очень гладкая поверхность, и он, краска туда может скатываться. Так что нанесли, чуть подождали. И нанесли второй раз. Или третий. В общем, получился вот такой вот результат. Я думаю, неплохо, да? Значит, в следующем... Следующее, что делаю... А, коготки еще не нарисовал. Коготки тоже. Сейчас уменьшу факел. И... Смотрите. в общем с черной краской закончили сейчас обязательно краску выливаем обратно бутылку наливаем в краска пульт воду и промываем его в аэрограф наш постоянно говорю краска пульте вместо аэрографа сейчас налью водички выкручу подачу материал на полную и просто продую можно даже вас водичкой с этой оставить теперь какое-то время следующий этап что мы будем делать мы будем рисовать белые точки белые точки мы будем рисовать после того как подсохнет наша краска на глазах я уже говорил точки белые будем рисовать вот таким вот инструментом даться после того как сделаем это эту операцию нарисуем две белые точки на зрачках нам надо будет подождать пока это краска белая подсохнет и будем лачить хороший лак придает очень интересный эффект блеск особенно когда у вас текстурная поверхность так ждем сейчас когда подсохнет наша краска рисуем точки его чем